В 50-х годах появилось вот это, так называемое, окно в мир, телевизор, КВН-49. А чтобы лучше рассмотреть лица любимых артистов, изобрели еще и вот это, линзу. Вы помните? А? Давайте посмотрим, кто тогда блистал на голубых экранах. С Павел Васильевич вдвоем, мы на пенсию живем, и не курим, и не пьем, но пока еще поем. Вы вспомнили? Ну как же, Рудаков и не чаят. И вот отпели мы куплеты, если все это вспомнить. Ну вы знаете, остановился концерт. Мишку, Мишку, хоть ты лопни. Я уже снял воденки. Это куфли сразу ушел тогда. Ушел. Паша, давай сюда. Что такое? Ну вот такой будет. Ничего, не дают объявить следующий человек, хоть ты умеешь. Прибегает кто-то, говорит, давайте пойте. Я говорю, ну пошли. Ну, встали, макрофон. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Полная задора и огня. Самая нелепая ошибка То, что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила Не сердись, любимый мой, молю Но не надо, слышишь, Мишка, милый Я тебя по-прежнему люблю Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Полная задора и огня Самая нелепая ошибка То, что ты уходишь от меня Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка Позабудешь ты о шутке злой Снова улыбнешься, как мальчишка Ласковый, хороший и простой Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Полная задора и огня Самая нелепая ошибка То, что ты уходишь от меня Самая нелепая ошибка То, что ты уходишь от меня Добрый вечер, дорогие товарищи Позвольте нам свое выступление посвятить Сегодняшним темам Ну, естественно, мы, как сатирики, искали в газетах материалы для сатиры Подождите, вы не забегайте вперед Прежде чем искать темы для сатиры, мы с вами искали, где купить газеты Совершенно верно Весь советский народ с таким огромным интересом следил за работой звезда Что газет дознать было очень трудно Но мы все-таки их достали Прочитали Познакомились со всеми материалами Вот мне очень понравилось выступление Оно занимало в газете целый подвал И что же вас взволновало в этом подвале? А я из этого подвала узнал, что скоро наш народ уже не будет жить в подвалах Правильно Из выступлений делегатов нам было радостно и приятно узнать Какие огромные сдвиги произошли в нашей стране Но это понятно Люди стали обмениваться опытом Ну вот скажем, наши колхозники собираются позаимствовать опыту военных И собираются выращивать многоступенчатую кукурузу А военные уже позаимствовали опыту колхозников И сажают ракеты квадратно-гнездовым способом По три штучки точно в квадрат Новая программа партии с предельной ясностью говорит о задачах, которые стоят перед советским народом Теперь каждому из нас понятно, что от него требуется И работать по способностям Ну конечно, вот скажем, писатели должны сочинять романы, а не писать статистические отчеты А статистики должны писать отчеты, а не сочинять басни Нам очень приятно узнать, что в нашей стране очень хорошо решаются вопросы и проблема человеческого долголетия И как говорил Маяковский, скоро ни у кого из нас в душе не будет ни одного седого волоса Ну в общем, как говорится, жить будем хорошо, работать дружно, спать спокойно И сидеть никто не будет Каждый будет заниматься своим любимым делом Но поскольку мы сатирики, позвольте нам заняться своим любимым делом Исполнить сатирические куплеты Прочитали мы газеты с Павел Васильевичем вдвоем Написали с ним куплеты и сейчас их пропоем Наш писательский актив очень дружный коллектив Все прописаны в столице, один Шолохов в станице Марки есть сельхозмашин, КФУ, КК-1 Там такие марки есть, что неприлично вслух прочесть Вот в Мордовии забота, брать не только по субботам Ждут сейчас распоряжения, чтобы рожать по воскресеньям Кострома свои гектары много лет хранит под паром И поздравит их недаром после съезда с легким паром Подмосковный институт напечатал ценный труд Десять лет решал вопрос, где в Москве растет овес? У замойщиков Донбасса в этот год успехов масса Плюс еще одна победа, взяли кубок у торпеда На Мосфильме вышло чудо, человек из ниоткуда Посмотрел я это чудо, год в кино ходить не буду Пентагеновские волки в космос бросили иголки А мы ведь можем полететь и в иголки нитку в детстве Господа должны учесть, для них у нас ракеты есть Сто миллионов тонн тротила, чтоб кондрашка их хватила Выступают артисты Рудаков и Нечаев Друзей с наступающим годом всегда Друзья поздравляют обычно Мы оба спешили сегодня сюда С экрана поздравить вас лично Желаем здоровья, успехов в делах И старым, и юным, и крохом Пусть все совершится, что было в мечтах А что, по идее, неплохо Пожаром он хочет всю землю зажечь Хоть лично вы с ним не встречались Уверены мы, о ком идет речь Вы лично, друзья, догадались Пусть мистер представит для вас интерес Судьба Риббентропа и Коха Ведь может же быть и нью-йоркский процесс А что, по идее, неплохо Совсем чанкайшист в ассамблее Ах, Рибб с лакейским усердием лая Чего ж до сих пор там торчит этот тип Кого же он там представляет Таких представителей надо качать Сказал нам знакомый под хохом Два раза подбросить, один раз поймать А что, по идее, неплохо Товарищ, на карту отчизны взгляни Чтоб яду мечты восторгаться Смотри, загораются всюду огни Огни электрических станций А это культуры все новый расцвет Из троек невиданных крохот И втрое уменьшится плата за свет А что, по идее, неплохо Советские люди на Марс и Луну В ракете взлетят непременно Вот так, как освоили мы целину Освоим просторы вселенной Тогда, спал Васильевич, мы до Луны Умчимся в ракете от грохов Сатирики будут тогда не нужны А что, по идее, неплохо За довольно продолжительный период совместной работы с Павлом Васильевичем Вы пришли к одному, по-моему, правильному выводу Нам думают, что успех артиста в эстрадном концерте Зависит от целого ряда обязательных компонентов Кроме способностей, которые выдаются по независимым от нас обстоятельствам Артисты эстрады обязаны иметь своеобразную манеру исполнения Внешность, дикцию, костюм Костюм обязательно соответствующий Дмитрий Петрович, вам рубашка нужна? Какая рубашка? Хорошая, нейлоновая, заграничная Я себе одну достал и вам могу устроить А где вы достали ее? Ну, где, вон, в подворотни У этого, с усиками парень-то Видел, видел Вчера мне нейлоновые трусики предлагал из Чикаго, непромокаемые Вы знаете, Павел Васильевич, мне он почему-то никогда ничего не предлагает Ну, так вашего размера не было, наверное И потом он вообще-то вас побаивается Вы же внешне на рабочего дружинника смахиваете А я у него частенько всякие вещички покупаю А вы никогда не задумывались над тем, у кого вы их покупаете? Тут задумываться некогда Сунул деньги и ходу, с ними же сейчас борются Я даже не успел рассмотреть, что он мне в темноте подсунул Нет, вы меня не так поняли Я хотел вас спросить, вы понимаете, чем занимается этот самый ваш с усиками? Чем? Это же типичные спекулянты, тунеядица, вы его поощряете Поощряете? Кто поощряет? Я спекулянтов поощряю? Безусловно Да я на каждом шагу борюсь с ними, поощряете? Он позавчера в универмаге ковры давали Одна бабка мне чек за 50 рублей предлагала Я на нее как цыкнула, говорю, старые спекулянты, сейчас милицию позову Сразу отдала за 25 рублей Ну, если вы таким способом будете бороться со спекулянтами, их еще больше разведется Позавчера у бабки чек взяли, вчера трусик и сегодня рубашку своими руками человека губите Губите, чем это я его погубил? Что он мне последнюю рубашку, что ли, отдал? У него там еще куча осталась, могу вам устроить Только, пожалуйста, мне ничего не устраивает Ну, как хотите А вот вам рекомендую изменить свое отношение к таким людям Я понимаю, человек оступился, пошел по неправильному пути, ему помочь нужно А вот этих вот неисправимых спекулянтов, вот им ядцам нужно изолировать от общества и всех высылать на 101-й километр О, вот это вы верно говорите Чтоб верно, то верно Гоняйся тут за ними по всем гостиницам и подворотням Ну, приехал на 101-й, купил, что надо, и будь здоров Ну, я вижу, вас не переубедить, но как вдруг хочу предупредить, Павел Васильевич Из-за вашей любви к заграничному тряпью попадете вы в неприятную историю Какую историю? Читали в Комсомольской правде два бездельника тоже вот начали с таких заграничных рубашек Окончили агентами западногерманской разведки Что вы говорите? Да Неужели меня завербовали? Слушайте, что вы вечно панику поднимаете? Причем тут западногерманская разведка? Это же финская рубашка Давайте лучше посмотрим, что он мне в темноте подсунул Эх, пальмы, гориллы, Европа По-моему, это больше на Африку смахивает Африка, Африка, я говорю, сделано-то как, Европа Теперь с женой не стыдно куда-нибудь показаться Нет, с одной стороны, неплохо Ну-ка, что с другой? Вот тунеядцы проклятые Я же ему говорил, я человек семейный, мне что-нибудь поспокойнее нужно Меня же жена с этой Европы из дома выбросит И куда только милиция смотрит За дело? За живое? Конечно, за дело Бороться с ними надо, пусть земля у них горит под ногами И асфальт тоже Может, вы у меня купите эту рубашку? Нет, Павел Васильевич, увольте, я тунеядца мне поощряю Ну, конечно, вам своя рубашка ближе к телу А вам чужая? Я ему сейчас пойду устрою шумок Не надо никуда ходить Я позднее вас шел сегодня на передачу И видел, как его забирали в милицию этого с уськами Вот безобразие Что ж безобразие, очень хорошо, что на лицо его взяли в милицию Да, хорошо, теперь только через 15 суток смогу обменять у него эту рубашку А куда я 15 суток от жены это художество прятать должен? Знаете, положите к себе в гримировочную комнату Ну, правильно, вы хотите, чтобы я имел от жены неприятность? О, так я пойду положу в комнату к Кузнецову Он, кажется, с женой хочет разводиться, ему не страшно Товарищи, в ответ на первомайское приглашение нашего дома улыбок Мы получили телеграмму весьма любопытного содержания Мы приглашению очень рады На огонек из Ленинграда Везем улыбки земляков Ваш Павел Васильевич Рудаков На почтовом отделении прочитал я объявление Поздравление с первомаем только в марте принимаем Муж жене получку нес и зашел купить мимоз Взял мимоз четыре штучки и остался без получки Наши моды в Монреале просто всех очаровали Говорят, через три года к нам вернется эта мода За улыбку, наконец, стал бороться продавец Я пальто купил, надел, стал смеяться весь отдел С помидорами старик влез в автобус в часы пик Продлевайте жизни срок, пейте все томатный сок Космические дали уже покорены Луну эту засняли с обратной стороны Но многие явления и на земле должны Подвергнуть рассмотрению с обратной стороны В одном из совнархозов большой размах работ По темпам перевозок он вырвался вперед Расчески посылает в один конец страны Гребенки получает с обратной стороны Мальчишка с папиросой стоит в кругу под рук Рубашечка в полоску и пара модных брюк Вдруг повернулся к нам он, и мы поражены Он оказался дамой с обратной стороны Фруктовую водою четыре дня подряд Без всяких перебоев торгует автомат Монета не застрянет, стаканы в них полны Когда стоит механик с обратной стороны Живу я в новом доме, согласен на дне Здесь все отлично, кроме на редкость тонких стен Вчера я над кушеткой прибил подряд жены А гвоздь прибил соседку с обратной стороны Истратил я зарплату на новый пылесос Шумит, как экскаватор, свистит, как паровоз Вся пырь в него влетает с ковров и со стены И тут же вылетает с обратной стороны Мы хотим тоже от имени всех наших друзей Голубого огонька приветствовать вас Торжественной и серьезной речью С своеобразным приветствием серьезным Пожалуйста Космонавтов на орбите защитили от лучей Весь вопрос сейчас в защите от банкетов и речей Мы считаем женам нашим путь космический не страшен Их домашние нагрузки приучили к перегрузке В честь Валерия и Вали в Штатах тоже выпивали Добавляли в виски янки, валедолы, валерьянки На востоке Валя мчится, открывая новый век Поговорка не годится, дескать, курица, не птица Весь цыка из атеистов, а замешан в чудесах Комсомольцев коммунисты принимает в небесах Космонавтов отправляли, овощей в дорогу дали Надо вот спросить у Вали, где зеленый лук достали Мир шестерки благодарен, каждый в небе сторожил Значит, верною Гагарин всем дорожку проложил Чтоб со скоростью ракеты поспевали мы за всем Сейчас идем писать куплеты космонавту номер 7 Мы споем частушки наши, спал Васильичем вдвоем Мы не сеем и не башем, мы про полку проведем Мчится в Сочи пояс скорый и вовсю трясет его Сто здоровых ревизоров ловят зайца одного Мебельтрест попал в просаг, не найти на мебель лак Лак, что раньше шел на доски, расхватали на прически Автоматы с газировкой недовыполнили план Их полсотни на Петровке и на все один стопан Мы считаем женам нашим путь космический не страшен Их домашние нагрузки приучили к перегрузке С пятачком идешь в метро, но контроль пройти хитро Автомат у вас в метро, рычагами бьет бедро Кто-то выдумал в строй тресте, туалет и ванну вместе Новосел залез помыться, а семья к соседу мчится Если Волга разольется, трудно Волгу переплыть Если вобла продается, без знакомства не купить